Я знал, что будет очень вкусно, но что так будет вкусно, это конечно... Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить ногу дикой козы или косули. Конечно, её нужно обязательно понюхать. Пахнет настоящей дичью. Это почти олень, но это косулька. Я совсем недавно готовил тоже косулю и делал её по особому рецепту и вымачивал в маринаде для самого жёсткого мяса. Хотя косуля была и мягкая, но было очень вкусно. Если вам интересно, как сделать любое жёсткое мясо вкусным и аппетитным, ссылочка для маринада вот здесь сверху. А именно эту ножку, конечно же, я хочу сделать соседа по новому рецепту, чтобы она была вкусная, ароматная и сочная. Обожаю готовить. Красное сухое вино. Очень вкусное. Как сделать красное сухое вино, ссылочка вверху. Самое первое, я уберу вот эти все плёночки, потому что я буду готовить ногу быстро, относительно быстро, чтобы всё было мягко и красиво. Дикое мясо не имеет никакого постороннего запаха. Здесь не нужно вырезать лимфоузлы, как в баранине. Но у него свой особенный аромат. Мясо уже чистое, без плёночек. Так и хочется его съесть. Мягкое, конечно, я даже не жалею, что я его не буду вымачивать ни в чём. Мясо очень хорошее. Нога весит 2,200. Я заранее взял свежее сало и нарезал его такими продолговатыми кусочками. И подморозил в морозильнике, чтобы оно было твёрденькое. И чесночок. Я буду шпиговать в ногу косули салом и чесноком. Делаю вот такие разрезы. Чесночок. И сало. Чеснок обогатит ароматом мяска, а сало даст ему сочность и больше жирка, потому что самое дикое животное, конечно же, оно без жира. Вот так всё будет красиво выглядеть. Я когда делаю разрезы, очень мягко, как будто бы в сливочное масло входит нож. Удивительно, что дичь имеет такую мягкую текстуру. Друзья, меня всё время спрашивают, как я выбираю пряности для того, чтобы подчеркнуть вкус того или иного мяса. Сейчас я открою вам свой большой секрет, как это делать легко, чтобы всегда были вкусные у вас пряности. Я беру всё, что у меня есть, раскрываю крышечки и нюхаю. И сразу аромат показывает, подходит ли этот аромат к мясу или нет. Розмарин. Чуть-чуть. Это, конечно, сильная пряность, но я возьму совсем, вот чуть-чуть, вот столичка. Будет достаточно. Это орегано. Орегано хорошо сюда подойдёт. Возьму ложечку, даже, может быть, больше. Вот так. Душистый перец. Вот столько. Майоран. Майоран не буду ложить. Это тимьян. Тимьянчиком положу чуть-чуть меньше. Зира. Я специально взял зиру, но знал, что она не подойдёт. Понюхайте зиру, посмотрите на дикую косулю, и вы поймёте, что абсолютно зира сюда не подходит. Гвоздика. То же самое. Если бы я делал маринад, я бы гвоздику обязательно положил, но сейчас я его ложить не буду. И зёрна кориандра. Зёрна, конечно, добавлю, потому что они дают очень интересный аромат. А здесь кандари. Или чабель. Нет, сюда он не подойдёт. Перчик. Белый перец. Более элегантный аромат имеет, чем чёрный, поэтому, конечно, я его буду ложить вот сюда. А здесь острый жгучий перец. И не просто обычный, а именно каенский. Попробуйте на язычок каенского перца и обычного жгучего перца. Вы почувствуете разницу в аромате, во вкусе. Аромат, конечно, сюда не очень подходит, но именно его вкус подойдёт. Я положу сюда чуть-чуть. Сейчас я все пряности растираю в ступочке. Да, вот то, что нужно. А здесь сумах. Сумах имеет такой слегка кислый аромат и вкус. Чуть-чуть он хорошо освежит и оттянет вкус дичи. Вот столечко. Сумаха. А здесь каенский перчик. Вот столько. Сумаха имеет две стороны. Одна блестящая, вторая матовая. Для того, чтобы жар проходил в мясо, я матовую сторону положу наружу, потому что она не отражает тепловые лучи. Несколько долек лимончика, очень тонкие. И теперь красивая задняя нога дикой косули. Я её слегка поливаю обычным растительным маслом. Масло поможет всем пряностям перейти в мяско и отдать свои ароматы. А также слегка сделает его более сочным. И здесь. Обычная каменная соль и пряности. Рецепт очень простой. Такой рецепт пригодится вам и на праздничное блюдо, и на обычный ежедневный ужин. У меня сегодня будет простой ужин. У меня всегда самая простая деревенская еда. Вот так сверху лимончик. Если у вас сейчас лето, то, конечно, мясо оставить для маринования лучше в холодильнике. Но сейчас зима, поэтому в помещении прохладно. Я оставляю на несколько часов мясо при комнатной температуре. При приготовлении достаньте мясо за несколько часов, чтобы оно успело нагреться до температуры хотя бы 20-22 градуса. Заднюю ногу косули я положил в сковородку с толстым дном. И нагрел ее на огне, чтобы время приготовления уменьшилось. Сейчас я разогрел духовку до температуры 180 градусов. И ставлю сюда ногу. Я думаю, час 20-час 30 будет достаточно. Козья ножка запекалась ровно полтора часа. Я достал ее из духовки и померил температуру 67-68 градусов. Вот здесь, скорее всего, где был термометр, бежит сок. Я еще не знаю, мясо готово или нет. Сок розовый, но и это мясо дичь, поэтому, возможно, это нормальный сок. А может быть, еще немножко и сыровато. Но уже хочется кушать, поэтому начинаем. Вот здесь у меня настоящий вискарик, домашний вискарик. Смесь ржи, овса и ячменя. Он уже два года выдерживается на дубовой щепе. Ароматный. Ай, класс! Превосходно! И вот это. Попробуем. Кстати, друзья, я специально не снимал фольгу, чтобы запечь корочку, потому что мясо дикое, чтобы его не пересушивать. Режется мягко. Да. Нет, все идеально приготовлено. Даже в самой глубине. Прекрасный сок. Вот. Вот это все, это именно сок, это не кровь. После приготовления, несколько минут я дал постоять мясу в фольге, чтобы соки разошлись после готовки. Это даже было очень четко видно по термометру. Температура начала подниматься. Слышно настоящий аромат дичи. Горячая. А под дичь будешь? Ага. Одним плямканем этого не передать. Мясо настолько мягкое, настолько мягкое мясо дичи, мягчайшее. Это один из самых лучших кусочков мяса, какие я просто кушал. Я настолько воодушевлен, я знал, что будет очень вкусно, но что так будет вкусно, это, конечно, меня очень-очень сильно радует. А здесь домашний мискарик. Дикая задняя нога, косули, козья ножка. Поэтому давайте быстро-быстро, друзья, подписывайтесь сразу на мой канал, потому что у меня самые вкусные рецепты, самые лучшие и самые простые. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Ставьте вот такие огромные вкусные лайки, если вам понравилось это видео. Пишите, как готовите дикая на сковы. И помните, кухня это самое спокойное место.